Уважаемые коллеги, у меня на самом деле такой специфический вводный доклад. Я попытаюсь с одной стороны обозреть очень бегло, сделать беглый обзор истории Википедии и своих прогнозов на ее дальнейшее развитие, очень субъективно, а с другой стороны это некий обзор программы Викиконференции. Эпиграфом я взял фразу из Артуры Бларка и ближе к концу моего доклада станет ясно, почему. Диаспарник всегда был таким. Сравнение диаспарник с Википедией, конечно же. Вот краткое содержание моего выступления. А начну я с прошлого, потом продолжу настоящим и закручу своими взглядами на возможное отличие. Итак, первая Викиреволюция. Я просто выделю несколько ключевых моментов, которые, как мне кажется, играли очень важную роль в изменении Википедии. Значит, первая это 15 января 2001 года, когда, собственно, была открыта Википедия. Википедия, как многим хорошо известно, была создана как черновой проект для создания настоящей серьезной энциклопедии Нупедия. Нупедия предполагалась нормальной серьезной энциклопедии, совершенно классической, но под свободной лицей. А для того, чтобы ускорить создание этой нормальной серьезной энциклопедии, была создана Википедия, которую могли заполнять все желающие. Ну и, собственно, вот, через некоторое время Википедия благополучно прекратила свое существование, поскольку механизм создания вот такой энциклопедии свободной показал свою несостоятельность. Зато Википедия до сих пор развивается, и в одном английском разделе Википедии сейчас более на 4-х миллионов статей. Очень скоро поначалу обсуждение статьи Википедии, где-то в первый месяц, происходило непосредственно на странице статьи. И, с моим впечатлением, первой очень важной вот такой вот структурной революцией Википедии было выделение страницы обсуждения статьи. Сейчас всем как бы совершенно очевидно, что вопросы совместной работы над статьей обсуждаются на странице обсуждения. Статья предназначена исключительно для читателя, которому, в общем-то, не обязана быть интересна, как для эту статью писать. Но это не всегда было так. И вот, с моей точки зрения, первая достаточно важная революция. Создание второго пространства. Дальше, 17 марта 2001 года, то есть спустя два месяца после создания Википедии, были созданы первые проекты, википроекты на другим языках, не только на английском. Первые были созданы Википедии на немецком и на каталанском языках. И в данный момент, я это отношу к революциям, конечно, потому что довольно сложно держать статьи на разных языках в одном проекте, нелогично и так далее. И вот такая очередная, то, что я отношу к структурным революциям, состоялась спустя два месяца после запуска Википедии. И сейчас существует почти три сотни языковых разделов Википедии. А про многие из этих разделов на языках народов России будет некоторое обсуждение в три часа дня после обеда в воскресенье в главном зале, ведущей Рустаму Рэ. В том числе будет мини-доклад про находящуюся еще в инкубаторе Тывань-Кипедии. А плюс сегодня мы постараемся перед обедом включить, будет, я надеюсь, некоторое время, доклад Януша Наражинского, в том числе о польском разделе Википедии. И польский раздел достаточно близок к русскому разделу по объему, но отличается по неким другим параметрам. Ну, плюс, конечно, в этом заглаве, как Янушка рассказал, будет еще немножко о других вещах. Это вот были такие структурные вещи, а 9 ноября произошло, в 2001 году тоже, произошло тоже, на мой взгляд, очень важное событие. Был создан отдельный проект для того, чтобы обсуждать развитие Википедии. Не отдельных статей, не писать статей, а вот для того, чтобы обсуждать ее дальнейшие развития. Это то, что сейчас очень хорошо известно, как Мета Вики. Это был первый вспомогательный сайт для работы на Википедии. Сейчас этих сайтов уже довольно много. Я не буду все перечислять, там стретажи и так далее. Но Мета Вики до сих пор на самом деле является основным. Вот так вот Википедия по-тихому разносалось, что осталось. Да, а вот эта дата спустя год снимает фильм, очень знаменательная. Потому что до этого Википедией был главный редактор. Как известно, главным редактором Википедии был Ларис Эдрик. Он вот получал зарплату от Джинба и серьезно работал. В общем, благодаря, по-новому благодаря ему, Википедия стала так быть, какой она есть. Она вообще повзросела. Но после того, как его оставили без средств существования, поскольку фирма Бомис, который был Джинба, прекратила финансировать Википедию, Ларис ушел для завшивания. А налаживаясь, перед началом, к главному редактору, и это самое все равно тоже на мой взгляд крайне важное, потому что с тех пор Википедия до сих пор прекрасным образом существует без главного редактора. В отличие от традиционных классических энциклопедий. А вот понятно, что в Википедии как бы есть редакция, да, есть то, что можно назвать редакцией, но это совершенно другие принципы. А еще одно, одна революция, которая произошла в 2012 году, был создан первый братский Википроект. Это был Викисловаль. Ну, там есть нюансы, можно говорить, что Википедия была создана раньше, но как нормальный проект Викисловаль был создан первым. А это, с моей точки зрения, важная госструктурная революция, и, в общем, понятно почему. И понятно, почему Викисловаль был бы совершенно необходим. Потому что, когда у вас, у вас почти по любому вопросу есть неоднозначность. У вас кошка, статья кошка может быть о кошке, а может быть о столе кошке. И если не выносить статьи о словах в отдельный Википроект, то у вас по каждому слову должна быть неоднозначность. Либо вы пишете кошку в скобочках «животное», либо вы пишете кошку в скобочках «слова» по крайне большому количеству слов. И таким образом вынос новых, вот таких сущностей отдельных, как слова, в отдельный проект, был абсолютно логичным и необходимым, с моей точки зрения, шагом. И он был очень важным, на мой взгляд, также по той причине, что за ним последовало довольно массовое создание других проектов. Вот здесь они перечислены, а я не буду на них подробно останавливаться, потому что время, к сожалению, не резиновое. А 2003 год, лето, значит, создается управляющая организация Вики-Медиа Фаундэйшн. Собственно, представители братской организации Вики-Медиа Фаундэйшн, так называемый Чептас, тут выступали уже. Ну, основная организация, как известно, занимается управлением в первую очередь серверами Википедии. Ну, то, что здесь написано, все прекрасно знают. Я на всякий случай, наверно, написал. А, то есть, это не коммерческая организация, которая занимается поддержкой Википедии. Еще одна, с моей точки зрения, Вики-Революции, немножко другого плана. Тут, конечно, очень субъективное выделение, что можно считать, что нельзя считать Вики-Революции, но мне кажется, что введение механизма категории, и, по крайней мере, в контексте моего доклада, моей идеи, которую я хочу донести, это, в общем, довольно важная вещь. А до этого были какие-то механизмы, механизмы для того, чтобы поиск и внутренние ссылки обычно. Собственно, механизм категории так и остается, так сказать, единственным до сих пор механизмом, помимо поиска порталов и внутренних ссылок. Ну, причем порталов, в общем, тоже можно в какой-то степени считать, но для этого ссылок, да? И, ну, продолжим потом, что продолжим. В числе прочих проектов, которые массово создавались в 2003-2005 годах, был создан Вики-Склад. Почему я выделил это отдельно? Потому что это был первый проект, направленный, ну, вот, включающий механизм интеграции с другими проектами в Вики-Менде. На мой взгляд, это то, что сейчас тоже будет довольно необходимо в ближайшие проекты. И Вики-Склад очень активно развивается. Ну, как известно, это проект, в котором хранятся разные медиафайлы, которые используются совместно разными проектами, википедиями на разных языках и с другими проектами, типа Вики-Слова и так далее. Вот. Это первый и до последнего времени, на мой взгляд, единственный успешный, успешный, успешная попытка сделать какую-то интеграцию между мини-проектами. Это первый и до последнего времени, на мой взгляд,